МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Накануне Дня Победы росгвардейцы провели череду патриотических мероприятий для школьников. В трагедии Чернобыля рязанцы участвовали в ликвидации катастрофы 1986-го. За заслуги в культуре и искусстве живописцы Алексея Акиндинова наградили медалью. С 1 мая 2024 года в России вступил в силу ряд важных нововведений. Так, некоторым категориям льготников пересчитали пенсии, а банкам запретили брать комиссии за онлайн-переводы между своими счетами. Подробности далее в сюжете. 80-летним пенсионерам увеличат фиксированную выплату к пенсии. Коснется индексация и граждан, получивших инвалидность первой группы. Однако надбавка положена только по одному из оснований. В обоих случаях ее размер 100% фиксированной выплаты к пенсии. В 2024 году это чуть больше 8000 рублей. С 1 мая банкам запретят брать комиссию с физлиц за онлайн-переводы между своими счетами или вкладами в кредитных организациях. Закон распространяется только на онлайн-операции. По новым правилам в месяц можно будет бесплатно перевести до 30 миллионов рублей. Банк не вправе ограничить количество или размеры операций в установленных пределах. Коммунальщиков-должников защитят от коллекторов. Нововведение вступило в силу 3 мая. Расширился список граждан, которые не могут уступать право по возврату долгов за коммунальные услуги. В перечень несли наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Теперь, если они захотят продать долги по ЖКУ коллекторам, сделки признают ничтожными. Другое важное нововведение. С 1 мая в крупных торговых сетях станет технически невозможно купить просроченную молочную продукцию. Продажу будет блокировать кассовый аппарат, то есть кассир не сможет пробить чек. Работать это будет так. Так как молочка маркирована в системе «Честный знак», то система видит информацию о товаре, включая сроки годности. Так что, когда продавец считывает у просрока маркировку, то система будет выдавать отказ. Вступают в силу поправки в закон об образовании, который касается целевого обучения. Это когда будущий работодатель берет на себя часть или даже все расходы студента и гарантирует ему трудоустройство. Взамен молодой специалист обязан там отработать определенное время. С мая каждый абитуриент сможет заключить только один договор на целевое обучение, только на одну специальность и только в один вуз. Зато расширяются возможности по выбору заказчиков-работодателей. Теперь все они обязаны размещать свои предложения на портале Минтруда «Работа в России». Можно будет выбрать будущее место работы в любом регионе, не обязательно своем. Благодаря следующему нововведению снизится количество контрафакта «Черный и красный икры». Ее также будут маркировать в системе «Честный знак». Теперь потребители сами смогут с помощью смартфона проверять подлинность такого товара. Для этого надо установить на телефон приложение «Честный знак». В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники военнослужащие Управления Росгвардии Паризанской области встретились с воспитанниками подшефного школьного отряда имени Героя Советского Союза Александра Мишина. Сотрудники Росгвардии провели урок мужества для подшефного отряда школы номер 106 города Сасово. До Великого Праздника Дня Победы остается чуть меньше недели. Подготовка к нему начинается заранее. Во всех уголках нашей необъятной Родины проходят мероприятия, посвященные этому дню. В Сасово, в средней школе номер 106, в этот раз насыщенная программа. На торжественной линейке, посвященной 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, школьный отряд Росгвардии, юнормейцы, учителя школы и сотрудники Росгвардии почтили минутой молчания память всех защитников Отечества, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Собравшиеся вспомнили подвиг ученика школы Александра Мишина, чье имя носит подшефный Росгвардии отряд. В 1944 году Александр Мишин со связкой гранат бросился под гусеницы вражеского танка. Ценой своей жизни он помог отразить атаку противника. Продолжением мероприятия стал урок мужества. Ветеран ОМОН Вятич рассказал школьникам о своей службе и боевом пути отряда. Подразделение наше было основано в далеком 1993 году. С честью выполняло все поставленные задачи Родины и правительства. Службу несли во всех, скажем так, напряженных моментах на территории Российской Федерации. В спортивном зале школы росгвардейцы продемонстрировали старшеклассникам боевые приемы борьбы и способы задержания преступников. На занятии по медицинской подготовке сотрудники рассказали школьникам об основных правилах оказания пострадавшим первой доврачебной помощи. Ребятам напомнили о способах остановки кровотечения, а также об особенностях наложения шины на поврежденную конечность. Все, что может пригодиться на практике. Показали ребятам боевые приемы борьбы, задержания преступника и оказания первой медицинской помощи. Представители ВПК юного разведчика «Сокол» и сотрудники Росгвардии продемонстрировали школьникам выставку стрелкового оружия, снаряжения и экипировки солдат различных эпох. Ребята подробнее познакомились с техническими характеристиками оружия, а также примерили защитные шлемы и бронежилеты. Кульминацией мероприятия стала военно-тактическая игра «Лазертак». Поделившись на команды, школьники соревновались в ловкости и скорости, показали отличные способности работы в команде. Впечатлений очень много. После этого мы прошли в спортзал, нам провели инструктаж по поводу игры. Далее мы прошли на улицу. Игра была очень интересная. Даже несмотря на то, что я девочка, мне было очень интересно играть. Эти оружия, всякие там прятаться, стрелять, очень интересно зоны занимать. В завершение всем воспитанникам подшефного отряда вручали памятные подарки. А ребята, в свою очередь, благодарили сотрудников Росгвардии за интересную встречу. Уроки очень важные значения имеют и в жизни детей, и в жизни преподавателей. Сменяется обстановка, к которой они все привыкли, школа. Их немножко переводят в другую плоскость. Это им очень нравится, особенно общение с людьми, которые военные. Здорово ребят вдохновил полевой выход. Когда мы ходили, там год или два года назад, по-моему, выходили тоже с Росгвардейцами. Отряд имени выпускника школы, героя Советского Союза, Мишина Александра Степановича, состоит из 25 воспитанников, учащихся в 8-11 классах. Ребята занимаются военно-прикладными видами спорта, участвуют в областных военно-патриотических мероприятиях под шефством управления Росгвардии Паризанской области. Многие из них обязательно станут достойными преемниками в нелегком и почетном деле защиты Отечества. Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в результате взрыва на 4-м энергоблоке станции. Авария эта расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. На ликвидацию последствий аварии было направлено почти 300 тысяч человек, 2,5 из которых – рязанцы. Рязанцы к месту катастрофы прибыли одними из первых. Через дорогу от Чернобыля в поле там остановились. В принципе, мы там и ночевали. И где-то уже, где-то, наверное, к вечеру вертолеты начали слетаться, такие вот, завозить машины, парашюты, свинец, мраморную крошку в мешках, вот это все, которые потом забрасывали на вертолет, пристегивали такие баллончики за низ. И вертолет поднимался и закидывал на парашюте вот этот реактор. А я вот эти вертолеты заправлял. В 86-м Владимиру было 20 лет. Он служил в срочную службу в Борисполе, Киевской области. Должность – водитель топливного заправщика. 26 апреля произошла Чернобыльская катастрофа. 27-го солдат этого полка отправили к атомной станции заправлять вертолеты. Сейчас Владимир вспоминает, что им ничего не говорили. Дали только химзащиту, сухпайки и отправили в неизвестность. Мы ночью проезжали Киев, народу вообще никого не было. Мы проезжали через центр Киева, там Борисполе 30 километров от Киева, в сторону Чернобыля ехали. Вот это, конечно, поначалу растерянность. А когда расцвело, мы Киев проехали, машину видели. Колонны машин с той стороны едут. Никаких накопителей у Владимира или у его сослуживцев не было. Никто не знал, какую дозу радиации 20-летние срочники подхватили на самом деле. Накопители были у пилотов вертолетов. Те зависали прямо над реактором и забрасывали его груженной мраморной крошкой. После возвращались на дозаправку. Владимир вспоминает, что у летчиков часто был кашель, слезились глаза. Иногда после одного рейса пилота сразу меняли на другого. Приезжали корреспонденты с Москвой. Я говорю, а может с вами полетать? Там мне шестой такой вертолет был большой, пластинами обложен. Он говорит, не боишься? Я говорю, да что бояться посмотреть. Ну они станцию снимали, издалека как бы все это видели. Я вот с ним летал. Вот один реактор там был, конечно, разрушен, и он дымился. Труба стояла, вот это все, это вот как в памяти осталось. Владимир Казаков пробыл там две недели после перерыва. Их отвезли в часть, переодели, взяли кровь из вены. Как отдохнули, снова на две недели туда, заправлять вертолеты. Суммарно Владимир пробыл там месяц. В билете отмечено 11,7 рентген. Бушлат, рукавицы, химзащитные сапоги и лепестки, все это были средства защиты только. На этой фотографии сослуживцы Анатолия. Сам сержант на фотографию не попал. Сейчас уже и не вспомнить почему. На зону отчуждения Анатолий Панкратов попал в феврале 87-го. Тогда сержант запаса работал составителем поездов. На станции Стенькино-2. Когда пришла повестка, долго не думал, говорит Анатолий. Надо, значит надо. В городе Рыбное сформировали железнодорожный батальон из 560 рязанцев. 19 марта они приступили к работе в зоне отчуждения. Батальон, значит, выполнял задачу по укладке и блокировке железнодорожных путей, непосредственно прилегающим к пятым-шестому энергоблокам на промплощадке в районе Рыжего леса. И также для хранилища ядерного топлива все подъездные пути. Командировка в Чернобыль затянулась на два месяца. Жили буквально в зоне. Дислоцировались парни в поселке Ильинцы. Это 15 километров от места аварии. Работали по 10 часов. Иногда ночевали в зоне. Про защиту от радиации Анатолий вспоминает со смехом. Говорит, единственное, что менялось, это рукавицы и лепестки. Так называются респираторы. За весь батальон я могу сказать, что поставленную задачу полностью все выполнили. Тяжело было, холодно было, но работали, да. Многие ребята проявили мужество, героизм. Доза радиации, которую поставили Анатолию, 7,25 рентген. Накопителей не было и у них в батальоне, так что вставили, говорит, практически наобум. А вот что поставили точно, так это вторую группу инвалидности, которую Анатолий Панкратов получил в 27 лет. Да, у нас было 2500 человек по всей Рязанской области, принимавших участие. Ну, наш батальон, к сожалению, вот вчера Олег Колесников у нас умер. И это уже будет 1360 человек уже. Нету живых, которых ребята преждевременно ушли из жизни. Да, тяжело, болеют ребята, ну, это да, ну, это жизнь, это радиация еще. Батальон проложил 22 километра подъездных путей. Анатолий предполагает, что планировалось, видимо, возвращение людей в город после ликвидации. Но за 38 лет с момента строительства ни один вагон по этим путям так и не проехал. На груди у Анатолия Панкратова несколько наград за героизм, отвагу и мужество. У Владимира Казакова орден мужества. Награда некогда молодым ребятам, которые оставили свою юность в далеком 86-м году. Рязанскому художнику Алексею Акиндинову вручили медаль за заслуги в культуре и искусстве. Живописец занимается искусством уже более 40 лет. Особенность работы Алексея в том, что у автора свой собственный узнаваемый стиль, который уже обрел своих последователей. Писать картины Алексей Акиндинов начал рано. Уже в три года мальчик взял в руки масляные краски, кисти, холст и стал частью волшебного мира изобразительного искусства. Во время учебы в Рязанском художественном училище имени Вагнера молодого художника вдохновляли Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали. А уже в 19 лет Алексей Акиндинов обрел свой собственный авторский стиль и назвал его орнаментализм. Я проснулся, увидел образ человека, который пьет из кружки чай. Орнамент с кружки перетек на руку, на лицо и потом заполнил всю поверхность картины. И вот этот мир, который через орнамент, когда ты чувствуешь буквально все происходящее одновременно, и вот эту информацию через орнамент я стал выкладывать через живопись. Орнаментальные полотна Алексея Акиндинова – это буквально картина в картине. Ведь каждый элемент рисунка зачастую имеет свою символику в культуре разных стран. Причем среди жанровых работ не только пейзажи, портреты и натюрморты. Так, например, на этом холсте художник изобразил катастрофу 1986-го, которая произошла на Чернобыльской АЭС. Я подумал, как можно в одном холсте отобразить весь масштаб этой катастрофы, потому что очень много было моментов и до взрыва, момент взрыва, момент ликвидации, период ликвидации. Я решил объединить в одном холсте три времени. Это мама с младенцем на руках еще до взрыва четвертого энергоблока. У горизонта виден еще неповрежденный блок. Все еще тихо, Припять мирно спит. Идиллическая тема сменяется моментом взрыва реактора. Пожарный расчет тушит огонь, который погасить уже невозможно. Апогей катастрофы на полотне соседствует с сюжетом, где тульские горняки роют туннель на месте страшной трагедии. И, конечно, вся картина пронизана аутентичным орнаментальным стилем автора. И снежинки, излюбленный метод орнаментальный, они там похожи на бабочек, которые вот-вот, они летят на этот огонь, но не понимают, что он радиоактивный. Вот эти снежинки символизируют этих бабочек, что они сейчас просто, как человеческая жизнь, сгорят и исчезнут. То есть такая вот есть какая-то аллегория. Орнаментальная дымка вписывается как в темные полотна, так и в красочные работы художника. По словам автора, сюжеты многих картин ему приходят именно во сне. И это добавляет еще больше мистики оригинальным живописным полотнам. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязанская библиотека имени Павла Васильева в этом году отмечает юбилей. Книжное пространство два года назад открыло свои двери в новом статусе. Теперь это библиотека нового поколения. Да будешь вечно ты, библиотека, любовь к обычной книге пославлять. А книга, как творение человека, научит нас друг друга понимать. Путь длиною в 55 лет Рязанская библиотека имени Васильева в этом году отмечает свой юбилей. Основанная как библиотека правкома нефтезавода, когда-то она занимала всего пару комнат. Сейчас это уже трехэтажное здание с тематическими комнатами и большим библиотечным фондом, в котором есть даже дореволюционные издания. В фонде библиотеки хранится свыше 40 томов энциклопедии, точнее энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона, который был издан в период с 1890 по 1904 годы. Издание представляет собой кладезь культурно-исторической ценности. Это лучшая универсальная энциклопедия Российской империи. Отраслевая и художественная литература, арт-пространство для творческих встреч и мероприятий, креативный в каждой детали интерьер. Еще два года назад читатели и представить не могли, насколько сильно изменится храм книги. Какая-то волшебная аура и атмосфера царит в этом здании. Во-первых, красивая библиотека, три этажа, храм чтения, искусство и совокупность всего прекрасного, что может быть. Здесь могут и детки развлекаться, и взрослые, и все это настолько гармонично и с таким теплом и любовью сделано, что из этих стен не хочется уходить вообще совершенно. 28 октября 2022 года библиотека распахнула для своих дорогих читателей двери в новом статусе, в статусе библиотеки нового поколения. Мы участвовали в конкурсе на создании модельных библиотек в рамках национального проекта культуры. И вот в рамках национального проекта культуры было модернизировано библиотечное пространство, было приобретено новая мебель, техника и, конечно, новые книги. А еще в библиотеке реализуют несколько проектов. Среди них акция «Книги в парках», «Разговоры о важном», авторские программы «Спешите делать добрые дела» и «С книгой по дорогам детства». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Православные верующие в преддверии главного христианского праздника. В этом году воскресенье Христа выпадает на 5 мая. О традициях и пасхальных блюдах расскажем в нашем следующем материале. Название праздника Пасха происходит от иудейского Песах, что буквально переводится как «прошел мимо». Это отсылка к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно священному писанию, иудеи жили в стране бескрайних песков более 400 лет. Правда, ровно до того момента, пока их численность не превысила количество самих египтян. По велению фараона, евреев обратили в рабов, а новорожденных иудеев убили. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, все-таки спасли. Через него Бог передал послание, как спасти еврейских младенцев от смерти. Согласно легенде, после того, как каждая еврейская семья заклала ягненка и помазала его кровью дверь, ангел-губитель не тронул ни одно иудейское дитя. С тех самых пор пасхальный агнец стал символом жертвенности. Впоследствии Иисуса Христа и начали считать тем самым жертвенным агнецем. По словам священнослужителей, сам праздник Пасха символизирует освобождение из духовного Египта, царства смерти и греха и о переходе в другую жизнь, славя Спасителя от вечных мук за человеческие пороки. Вообще, вера в воскресение Христа – основная доктрина христианства. Ведь, умерев на кресте и воскреснув спустя три дня, Спаситель одержал победу над самой смертью. Именно это празднуют православные верующие каждую Пасху, готовя традиционные угощения. В нашей церкви есть определенное традиционное угощение. К сожалению, им порой уделяется гораздо больше внимания, чем самому основанию этого дополнительного дела. Поэтому, когда мы говорим о Пасхе и говорим о, к примеру, крашеных яйцах, творожных пасхах, куличах, мы имеем дело с локальной традицией, с русской традицией. Ну и, конечно же, обязательное блюдо праздничного стола – пасхальный хлеб. Кулич традиционно имеет цилиндрическую форму и берет свое начало от артаса – особого византийского хлеба. Кстати, все традиции празднования Пасхи пошли именно из этой страны. Так, согласно одному из значений, кулич представляет собой самого Спасителя Иисуса Христа, который стал для всех верующих хлебом жизни. Буквально сегодня пришла статистика Овцома, что у нас все больше людей перестают воспринимать Пасху как какое-то религиозное дело, и больше людей начинают рассматривать это как либо традиция народа, либо семейное событие, семейное торжество. На самом деле, одно другому-то не мешает. И то, что для семьи важно, вполне может для семьи быть важным религиозным компонентом этого праздника. В дореволюционной России Пасха была государственным праздником, и первые три дня светлой недели всегда были нерабочими. После Октябрьской революции торжество перешло в разряд неофициальных праздников. Более того, власти всячески пытались заменить воскресение Христа на светские мероприятия, например, на собрание коммунистической молодежи. Открыто отмечать Пасху советская власть разрешила народу лишь после начала Великой Отечественной войны, 5 апреля 1942 года. Однако негласный запрет на этот праздник сохранялся еще 40 лет. Тогда, в канун тысячелетия крещения Руси, в конце 80-х годов прошлого века, государство пересмотрело свое отношение к церкви и правам верующих. И в ночь на 7 апреля 1991 года прошла первая телетрансляция главного пасхального богослужения, которое состоялось в одном из соборов Москвы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Майские праздники, прочно ассоциирующиеся у людей с выездом на шашлыки. Выбор мяса – пункт очень важный, чтобы вечер прошел хорошо. О том, как, а главное, где правильно выбрать будущий шашлык, расскажем далее. Первым делом нужно понимать, где мясо для шашлыка покупать не стоит. Это места несанкционированной торговли, говорит старший государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора. Чаще всего это уличные лотки, иногда даже стоящие вдоль дорог. Документов у таких продавцов, скорее всего, нет. Лишний раз, в общем, спросить не помешает. А вот у кого документы есть наверняка, так это у продавцов на торговых точках и рынках. Там, где есть контроль за продавцами. В любом случае, главный совет от специалиста – не стесняйтесь спросить документы на мясо у продавца. А после приступайте к выбору. В первую очередь, запах, который не должен у нас быть отталкивающим, который должен быть, наоборот, располагать. Не должны быть каких-то ярких, неприятных запахов, которые отталкивают нас от покупки. Опять-таки, внешний вид без определенных каких-либо кровоподтеков, кровоизлияния на мясе не должно быть. Любое мясо должно быть у нас слегка подсушенным, красноватым, нелипким. При этом, если же вы все-таки не уверены в покупке, если у вас есть сомнения, есть неприятный запах какой-то, не устраивает внешний вид, вы лучше откажитесь от данной покупки, чтобы не упоморочить свой праздник, который будет в дальнейшем, где будет жариться мясо. Это на случай, если время замариновать мясо есть. А бывает и такое, что покупка делается в спешке. Тогда и делать ничего не надо, продается готовое, уже замаринованное. Но и здесь есть свои тонкости выбора. В первую очередь, обращайте внимание на упаковку. Будет эта упаковка у нас в вакууме, тогда она должна быть у нас без каких-либо вскрытых, чтобы она не была вскрытой, без каких-либо подтеков. Либо это бывает чаще пластиковые емкости, они не должны быть у нас вздуты. Что говорит уже о том, что, скорее всего, не соблюдается температурный режим хранения мяса. В таких моментах еще особое внимание обращайте на маркировку товара, где, в принципе, расписаны условия хранения и сроки годности. В любом случае, главное смотреть на сроки годности или на сопроводительные документы от продавцов. Как пояснили в Россельхознадзоре, термообработка не уберет всех паразитов, поэтому лучше сразу выбрать хорошее мясо, из которого получится вкусный шашлык. На этом все новости уходящей недели. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова